здравствуйте все кто зашел на мой канал начинаю новую работу и хочу вам ее показать представить вот это новая метрика покажу вам так потому что у меня нету превью вот такую хочу начать метрику вышивать мне кажется что она очень нежная красивая это свадебная метрика вот здесь голубки ключ розочки сердечко все как надо я вот сколько пересмотрела и все таки я решила вышивать эту метрику вот отодвину ее подальше и хочу вам сказать что эта метрика сейчас посмотрю в тетрадку потому что все не не запомнишь это будет расшиваться свадебная метрика на дизайнерской конве на шестнадцатом каунте ниточками dmc 14 цветов здесь размер должен получиться 25 и 5 вот такая канва смотрите я вам уже показывала нее она такая нежная красивая только вышивать я буду вот так эту сторону чтобы бабочки летели вверх сегодня благоприятный день для начала такой вышивки и я все-таки решила начать вышивать потому что тянуть дальше некуда день за днем и месяц за месяцем и надо чтобы была эта метрика вышитая ну канва мне нравится конечно если бы здесь было немножко не так много бабочек было бы лучше но все равно мне кажется что будет красиво и мы будем любоваться этой вышивкой вот посмотрите здесь вот написано вот кому надо девочки вот здесь написано канва 16 может кто-то хочет себе купить вот вот так и сейчас вам еще покажу вот буду вышивать эту работу на пальцах таких норги попробую я конечно не любил не люблю вышивать на пальцах но выхода нет у меня потому что все рамы у меня заняты все у меня заняты и попробую вышивать работа вроде бы не так уж и большая 25 на 25 где-то так мне подсчитала сама вот ниточки раскладу на такой органайзер классик дессинг это для мулине вот иголочки здесь у меня все которыми я уже себе вот иголочки уже себе приобрела для этой вышивки здесь они у меня будут сохраняться и вот такая будет у меня работа теперь не знаю посмотрю сколько я буду вышивать эту работу сейчас вам покажу ниточки вот такие ниточки я уже показывала вам очень красивые очень сильно красивые но я их как видите не разрезала я их буду по ходу нарезать как мне будет подходить все таки я думаю я метровый сделаю потому что блендов если бы были бленда я бы наверное все таки ну не на метр разрезала их атак атак буду по метру вот смотрите какие красивые нитки я покажу вам все вот так раскладу белых очень много вот сколько белых здесь вот еще вот потому что как вы видите здесь очень много будет вышиваться белым цветом вот вот и голуби и вот здесь бека в этой в этой работе вот только здесь на этих бантиках и больше нету вот такая красота такие красивые ниточки это для меня как бы такая немножко разгрузка от больших работ и красными розовыми повышевать я уже давно такими ниточками не вышивала вот красивые очень красивые поначалу я хотела вышивать эту работу как вы помните на этой канве это канва 18 свайгард даже уже разметила и вот какая она получится в размере но не знаю правильно я сделала или нет что заменила канву на другую не знаю не пожалею ли но работа такая небольшая хотела еще на меньшей канве вышивать попробовать на другой канве но на мельче но мне кажется что это будет уже совсем маленькая картина будет как подушечка без корнюшка будет вот и все-таки решила я вышивать на этой канве скажу вам еще раз эту камушку вот какая канва ой извиняюсь вот какая канва красивая такая вот ну что ж всем показала вам я иду вышивать пробовать вышивать на пяльцах немножко повышеваем потом им покажу что у меня получилось как у меня эта работа получится может я даже ее вышью быстренько а может и нет как пойдет не знаю посмотрю вот ниточки сюда прикладу и вот как будет смотреться эта работа с этими ниточками вот так ну что ж девочки всем пожелайте мне удачи я с вами поделилась своим начинанием и буду пробовать вышивать вот сейчас смотрю уже говорю вам и смотрю что вот эта ниточка сливается с этой канвой не знаю еще посмотрю может я все таки даже я такая непостоянные девочки может я даже и на такой буду вышивать потому что ну не знаю тоже сливается ну вам показывает видео они больше розовые не вот так здесь у вас на видео бледные она такая розовая ярко-розовая но не знаю не кажется а может и красиво будет посмотрим встретимся с вами попозже вот сижу размечаю эту канву этих бабочек вот и хочу вам сказать что размечаю вот таким стержнем китайским желтым чтобы не видно если останется и потом я решила сделать иначе вот смотрите я сначала посредине разметила себе вышивку ну потому что без разметки все-таки они не очень могу вышивать а потом я решила что перенесу я свою разметку немножко вправо и потому что здесь на середине вот смотрите какие красивые будут бабочки а если я буду вышивать ну вот как бы посредине этой канвы то бабочки эти зашьются а вот так если я вот видите где разметила в этом месте вот и зашутся эти края и все-таки немножко бабочек будет на средине таких красивеньких вот сколько у меня остается с этой стороны еще припуска здесь вот столько и здесь вот столько ну сколько это я уже сейчас не посчитаю потому что нет у меня здесь не линейки ничего под руками потом посмотрю вот и пришло мне в голову знаете что вот я отрежу здесь эту канву это что здесь осталось у меня немножко ее подчеркаю вот этим стержнем и посмотрю отойдет он или нет этот стержень с от этой канвы потому что я слышала что не все стержни не все маркеры отходят от такой дизайнерской канвы и мне это стало очень интересно вот теперь когда я размечала я так подумала что вот а если этот стержень не отойдет от этой канвы и потому решила не размечать на средине вот только точечки немножко поставила видите и здесь ну уже так я не подумала и разметила ну на середине все таки не буду размечать только здесь по краям немножко размечу потому что здесь зашивается а вот здесь я немножко так подчеркаю этим стержнем и хочу замочить просто не знаю разрезать наверное вот эту половинку которые отрежу пополам и одну замочили горячей воде а другую замочить холодной воде ну конечно если я сейчас подчеркаю и потом сразу помою может и отойдет ну а вот если постоит немножко дольше этот стержень подчерканный на этой канве не знаю это конечно интересно мне стало и думаю покажу я вам это этот такой эксперимент он будет полезной и для вас и для меня на будущее потому что я купила себе еще две канвы но вот всего три а 2 еще остались у меня и вот интересно мне стало как это будет происходить посмотрим потом вам девочки включусь покажу ну что ж прошла сутка как я разрисовала эту канву с моталечками вот смотрите и теперь хочу постирать ее я конечно уже немножко себе разметила канву эту этим желтым вот стержнем потому что все таки надо вышивать сегодня 15 числа хочу вышивать вот иду стирать сейчас вам покажу результат наливаю немножко шампуня чуть-чуть и замачиваю эту канвушку ну что ж посмотрим сейчас подойдет или нет вот и желтые мы желтый здесь держим вот на месте и зеленый но я надеюсь что сейчас все уйдет уже понемножку понемножку лучше трудно конечно снимать с рук это все в реальном вот в реальном времени на ваших глазах смотрите конечно вот сутку как я маркером разрисовала эту канву и достаточно трудно отходит вот но вроде отходит не знаю не знаю ну вот вроде бы это ну что ж вроде бы это с вода сейчас еще пойдем как мы посмотрим и тогда наверное я решил буду я различать эту канву или нет вроде бы все отошло ладно я выключаюсь и сейчас идем к окну и посмотрим как там будет видно и или нет стержень ну что ж хочу вам показать вот возле окна я конечно не про утюжила этот кусочек но все хорошо отошло кажется мне что можно стержнем вот покажу вам ближе можно стержнем 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 эту канву разлиновывать вот показываю вам действительно все хорошо отошло вот водичка была такая чуть-чуть тепленькая и шампунем и вот как хорошо все отошло так что можно наверное все таки я буду разрисовывать стержнем эту канву вот все девочки и хочу вам показать что у меня получается здесь у меня отшито 200 где-то приблизительно 250 крестиков и вот смотрите как и я себе подумала что наверное это все сливается с этой канвой не знаю что делать мне и советоваться потому что видео выпущу уже в конце недели и советоваться девочки с вами тоже сейчас не могу и не знаю как поступить вот смотрите ну я еще немножко по вышиваю посмотрю если один квадратик по вышиваю вот что я обозначила себе если все таки действительно будет очень сливаться все я бы не переживала но не знаю как поступить потому что вот белый цвет тоже может сливаться с этой канвой не знаю не знаю как поступить и что мне делать хотела вам показать хотела вам показать красиво конечно получается очень красиво вот такие цветочки будут у меня я думаю уже к ночи вышивца цветов меня вот столько уже было в работе вот вот и теперь еще один цвет беру в работу вот такой 761 и опять же он вот какой розовый да не знаю что мне делать как-нибудь я что-то об этом не подумала что это канва она все таки ну белые достаточно белые для этой для этих ниточек ну ладно иду вышивать дальше потом им покажу свои продвижения не прощаюсь не прощаюсь может еще включусь покажу вам потом что и как сегодня у нас среда вот результат моей вышивки это за два вечера вот смотрите какие получаются розочки очень красиво но включилась я вот почему потому что я неправильно вышила вот здесь это все надо теперь распарывать расстроилась очень сильно конечно но выхода у меня нету я ошиблась на одну клеточку вот здесь надо было только вот ниже на одну клеточку вышить это все саги я смотрела 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 как перенести вот эту сетку вышивальную но ничего я так и не нашла так что буду распускать это все и заново перешивать расстроилась конечно сильно но ничего не сделаешь вот покажу как получается получается неплохо вот когда я уже начала вышивать и все таки я поняла что это канва для этой вышивки она очень сильно белая все равно на ней вот видите как белый цвет чуть-чуть только его видно вот боюсь просто чтобы моя работа не пошла вся смарку потому что хотелось бы уже вот теперь распорю это все и не хотелось бы перешивать еще раз делать рестарт как теперь модно говорить уже на другой канве надеюсь что будет неплохо смотрите какой бантик получается вроде бы неплохо отведу лампу потому что с лампой все-таки лампа светит и так не очень сильно видно на самом деле вот если лампу отвести то вот как будет вот так так получается мне кажется что неплохо мне так кажется но не знаю вот девочки что вы скажете мне на это все как вам менять канву или нет не знаю честно говоря что мне делать ну вот столько отшита розочки такие красивые получаются миленькие ну распарывать все-таки придется эту работу это немножко меня вобила с колеи и не знаю наверное распарю и возьму что-то другое в работу потому что не очень мне уже хочется работу вышивать хотя она красивая получается вот смотрите вот так так я до вышивалась вышиваю я на нурге на этих пяльцах очень не сильно неудобно я все-таки привыкла вышивать на станке и эти пяльца для меня просто убийство но выхода нету потому что все рамы заняты так что буду вышивать на них пока что а потом посмотрим может и переставлю на что-то другое посмотрю вот вот такой результат моей двухдневной работы ну и два вечера вышивала вот вот как будет эта метрика вот какая она будет ну что все пожаловалась вам показала вам эту вышивку все иду распарывать хочу вам показать еще что здесь задействованы уже все ниточки вот я их уже переставила на этот органайзер вот это ниточки они не очень яркие такой приглушенный цвет вроде бы яркий вот этот розовый все но он так приглушенный он не такой сильно очень кричащий ворвиглаз вот так уже все цвета задействованы здесь в этой работе все ладно иду дальше пороть ну что ж девочки включилась я снова и решила я не выпарывать эту уже вышивку которую я вышила вот здесь вот в этом месте я просто решила не вышить вот в этом месте вот это это я не вышью и пропущу а потом посмотрю может только выше вот эти вот эти ну как орнаменты или как сказать правильно а вот эту полосу вышивать не буду вот эту и я думаю что будет хорошо ну не знаю потому что говорят что на свадебных метриках нельзя ничего распарывать я ну не знаю верить не верить не знаю как лучше хотелось бы как лучше вот ну когда я вот видите здесь вот вот покажу вот это одна клеточка я ее забыла вышить вот и вот зато у меня такое получилось я пошла здесь вот по линейке вот здесь видно а надо было вот сюда по низу линейки этой вышивать ну и говорю вот эту линеечку я одну не вышью теперь вот эту и я думаю что будет все хорошо ладно буду выходить из положения так как получается на данный момент сегодня у нас суббота хочу вам показать результат своей метрики вот что у меня отшилось это у меня отшилось за 5 дней я так долго отшивала 5 дней потому что я вот уже вам показывала что вот здесь в этом месте я сбилась на одну клеточку и вы знаете если в такой работе сбиться то потом нельзя никак уже сделать так чтобы было нормально надо было пороть я вам уже говорила что я буду пороть но я решила что не буду я это делать решила я вышивать дальше и вот смотрите что я на вышивала я решила что я вот здесь в этом месте еще немножко до вышиваю вот так сделаю как здесь вот как здесь сделаю так тоже здесь внизу и будет все хорошо я думаю и решила не вышивать вот видите здесь вот тоже вышита белой нитью это тоже я решила не вышивать пусть будет так и немножко вот смотрите здесь канва вот видите какая вот бракованные но результат вот какой получился здесь у меня отшита треть этой метрики нам получается красиво вот какой голубь здесь уже нарисовался у меня это бантик такой классный розочки это здесь тоже ободок будет сердечко красиво получается но скажу вам я конечно недовольна что я решила вышивать на этой конве эту работу потому что сливаются белые нитки с этой конвой вот смотрите я хотела вас спросить может я сделать мне сделать рестарт этой работы не знаю как мне поступить честно говоря не хотелось бы это уже треть картина вот так вот смотрите как здесь и потому что превью у меня нету я вам показываю на планшете вот как здесь вот здесь розочки еще будут отшиваться и здесь наверху ну красиво будет но надо было немножко наверное канву другую взять если бы я знала что я не буду здесь зашивать в этом месте я бы может даже взяла и темнее потемнее канву из тех что мне пришли вот дизайнерская канва что мне пришла ну хочу вам сказать что здесь в этой работе крестиков 16 тысяч с половиной прогресс у меня здесь 25 процентов ну естественно потому что треть работы здесь отшита у меня вот я вам специально показываю вместе чтобы видно вот так треть работы отшита цветов 14 они здесь все задействованы те цвета которые вот в этом наборе шли в этот набор входили ниточками демси я вышиваю канвай это аида 16 вышивка будет размером 25 и 5 на 25 и 5 но скажу вам что это не белый цвет вот видите он кажется белый но на самом деле он такой с зеленоватым отливом знаю как вам это показать не получится наверное у меня никак я вам покажу ближе вот какая красивая работа ну вот когда ближе мне кажется что чуть чуть видно вот в этой стороне вот здесь в этой стороне видно что ниточки все таки вот такие зеленоватые очень красивые очень красивые ну вот показываю вам результат работа такая получится нежненькая но не знаю уже как будет так будет но все-таки девочки мне интересно ваше мнение чтобы вы мне сказали может все таки действительно перешить сделать рестарт не знаю вот как красиво получается покажу вам вот так чтобы вы сравнили такая работа будет розочки такие красивые очень такие нежные вот этот орнамент я уже здесь вышила наполовину вот что здесь вот смотрите какую я указку себе купила потому чтобы было красиво показывать ну что ж показала я вам результат своей работы конечно не очень довольна потому что уже говорила что сливается все таки это канва светлая для этих ниточек но ничего может подумаю еще за неделю я уже на другую неделю возьму другую работу и подумаю может все таки я решу и возьму что то может я действительно поменяю канву вот так ладно все девочки я вам все сказала показала все что хотела пожалуйста пишите мне скажите мне пожалуйста как вам эта работа мне очень интересно знать чтобы вы сделали на моем месте поменяли боковой канвы или нет пишите мне пожалуйста у нас очень тепло у нас очень красиво солнышко у нас я вам уже показывала перед этим все приятной вам вышивки и пока пока пока